ДИАЛОГ 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 Ну, мое, конечно, мнение, что работать здесь, в Московской области, в Челковском районе, конечно, достаточно интересно. Ну и принципиально, в общем-то. Но труднее, чем в Москве, да? Не сказать, что труднее. Объем, конечно, больше. Объем больше, но, в общем-то, наверное, так же. Ну, это вот, вы говорите, так сказать, о составе преступников, да? Ну, а если говорить о составе преступлений, сильно отличается от московских, ну, скажем, перечень, так скажем, наименований? Нет, наверное, состава преступлений те же самые, конечно, доминируют имущественные преступления. Ну, давайте тогда поговорим вот коротко о статистике преступлений, по крайней мере, за этот год, первый квартал 2016 года и тот же период прошлого года. Насколько выросла преступность, да? Понятно, что вот в целом она растет и по стране, и по области. Как у нас в районе с этим обстоят дела? По статистике, преступность у нас в районе выросла, по сравнению с прошлым годом, на 4,5%. Но это не тенденция с Челковского района, это, в общем-то, такая тенденция во всей Московской области. И причина, наверное, той ситуации экономической в стране. Растет безработица, снижается благосостояние населения, доходы. Это, наверное, подталкивает людей, те, которые склонны к совершению преступления, к совершению данных преступлений. Незначительно, как я сказал, на 4,5% преступность выросла. И выросла она, в общем-то, за счет имущественных преступлений, в основном за счет краш. Ну, а позитивные сдвиги какие-то есть? Ну, позитивные сдвиги, конечно, есть. В текущем году больше раскрыто грабежей, разбоев. Краш из квартир граждан, краш из дачных домов сотрудниками из Челковского управления раскрыто больше, чем в прошлом году. Ну, вот я, насколько помню, год назад наш район занимал, так скажем, может быть, не самое лучшее место среди вообще всех управлений, межмуниципальных управлений Московской области. Да, всего их 48? 47. И район наш занимал 38 место, ближе к концу, так скажем. Сейчас ситуация изменилась? Ну, ситуация изменилась, но пока, скажем так, незначительно. Пока рано говорить о каком-то глобальном изменении. Ну, это, в общем-то, всего лишь статистика. Статистика коллектив людей, в общем-то, тот же самый. Люди работают. Я думаю, что и в прошлом году личный состав управления работал не меньше, чем сейчас. Преступления также раскрывались в достаточно большом количестве. Я считаю, что самое главное, что меняется настроение людей в коллективе. Визуально видно, что люди с большим желанием приходят на работу сотрудники. Мы с вами еще поговорим о кадровой политике. Пока вот давайте закончим тему именно преступлений. Я помню, в своем первом интервью, вы в новой должности, да, первое интервью было осенью, как раз буквально через 2-3 недели после назначения нашей районной газеты «Время». Вы назвали приоритетные направления своей работы. Вот я, если можно, процитирую. Это, значит, борьба с незаконным оборотом наркотиков, экономические преступления, квартирные кражи и кражи автомобилей. Вот за полгода приоритеты не изменились? Так и остается все по-прежнему? Ну, в основные приоритеты не изменились, конечно, с учетом того, что познаю район, какие-то элементы добавились. Существенный, конечно, вклад внесли проблемы по линии ЖКХ, которые, в общем-то, достаточно обострены в нашем районе. Да вот на это направление тоже приходится уделять существенное внимание. Ну, а что делается в этом направлении? Ну, работа в этом направлении ведется. Следственным управлением возбужден ряд уголовных дел. В общем-то, они расследуются, проводятся следственные действия. Результат расследования данных уголовных дел, он, естественно, будет. Ну, единственное, конечно, хотелось бы остановиться и сказать, что виновным у нас признает только суд. Ну, поэтому до принятия окончательного решения мне не хотелось раньше времени раскрывать все карты проводимых нами мероприятий, следственных действий. Ну, в общем, все равно можно так немножко граждан успокоить о том, что... Работа идет. Работа идет, да. Ну, давайте вот по горячим следам недавнего события, я имею в виду, конечно, решение, или, вернее, указ президента страны о ликвидации федеральной миграционной службы и федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, госнаркоконтроля. Ну, собственно, не то, что... То есть ликвидация, понятно, просто самих структур, а передача этих структур в ведение Министерства внутренних дел. Вот это как-то повлияло на вашу работу сейчас? Ну, эти проблемы не на вы, эти направления деятельности не на вы для Министерства внутренних дел. По линии незаконных оборотов наркотиков управление сейчас работает, и работает достаточно успешно. В общем-то, служба наркоконтроля тоже уповать их, в общем-то, в задачи, достигнутые успехи, нельзя. Они изымают большие веса, есть у них хорошее задержание организованных преступных групп. Поэтому, если мы сейчас... Эта структура вольется к нам и объединяем усилия, я думаю, борьба с незаконным оборотом наркотиков, но, я думаю, это только улучшится. Но, в общем-то, и сейчас мы этим направлением деятельности занимаемся достаточно активно, и проблема для нас, в общем-то, не нова. А то, что касается федеральной миграционной службы, ну, мы возвращаемся к той системе, которая была, паспортные столы при отделении их милиции, и точно не такая давняя история. Поэтому, ну, вернемся, освоим направление деятельности, и, я думаю, справимся с этой задачей, поставленной президентом. Ну, вот, если вернуться как раз к работе с незаконным оборотом наркотиков, я вот помню, что одной из мотиваций того, что ликвидировали эту структуру, была опять та же наша неумолимая статистика, и именно по этой статистике, как было сказано, вот даже, по-моему, президентом, что более 70% преступлений в этой сфере раскрывалось по линии МВД, а, соответственно, госнаркоконтролю оставались всего лишь 30%, и спрашивается, зачем нужна такая неэффективная структура. Ну, это один из, так скажем, одна из причин. Вот, поэтому хотелось бы, вот, может, чуть-чуть поподробнее, да, вот у нас как обстоят дела с... Ну, не с наркотиками, да, а с борьбой именно с ними. Ну, наркотики, я считаю, достаточно серьезная проблема для Щелковского района. Ну, и борьба ведется, борьба ведется, в общем-то, уклон сделан мною в первую очередь на изобличение сбытчиков наркотиков. За три месяца текущего года у нас задержано 19 лиц за совершение именно сбытов наркотиков в районе. Вот, ну, и, как бы я говорю, что умолять заслуги наркоконтроля не хотелось бы. Очень большая и серьезная работа, ведь ввелась и служба наркоконтроля. В общем-то, и также у них серьезное задержание, изъятие больших весов. Поэтому общими усилиями, говорю, только... Ну, а опять же, состав преступников такой же, как и в целом, да, я имею в виду, что местные жители большая часть... Да, конечно, 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 в основном наши местные жители. Еще такой вопрос, ну, может быть, несколько дилетантский. Какие виды преступления раскрываются легче и быстрее всего, и, соответственно, наоборот, какие раскрыть сложнее всего? Ну, наверное, легких преступлений не бывает. Все они, наверное, в чем-то схожи. Они кодексом классифицируются как тяжкие, небольшой тяжести. Да, есть какая-то бытовая преступность, которая выявляется на уровне участковых полномоченных полиции. Это и побои, там, причинение среднего вреда здоровью, хулиганство, где, в общем-то, преступник достаточно очевиден. Ну, и, конечно, граждане сложнее раскрываются имущественные преступления, когда человек обращается с заявлением в полицию уже по течении какого-то времени, следы упущены, и приходится заниматься розыском преступников. Вы имеете в виду кражи, конечно, да, в первую очередь? В первую очередь. Квартирные, да? Да, кражи квартирные, кражи автомашин, кражи имущества граждан из подъездов, садовых, домиков, домов. Нет, ну это понятно, да, потому что, ну, наверное, скорее всего, машину заявляют в тот же день, хотя тоже, наверное, не сразу, да, очень все-таки у нас много перехватывающих парковок, так мы скажем, да, достаточно неохраняемых, особенно возле железнодорожных станций в нашем районе, где, не знаю, десятки, даже сотни машин стоят, не очень оборудованы, видимо, охранными устройствами, и машины сами, и сами парковки достаточно такие, не очень цивилизованные, и, ну, тем не менее, в тот же день, да, квартирную кражу можно обнаружить, и через несколько дней, допустим, человек куда-то уезжал, вернулся, квартира вскрыта, ну, а уж про садовые домики и говорить нечего, да, потому что зимой люди оставляют имущество, и... Иногда заявители появляются на пороге отдела полиции по течении полугода, да, через полгода с сообщением о том, что в течение полугода была совершена кража. Соответственно, сложнее в раскрытии. Но вот тоже не секрет, как у нас говорят, да, что легче преступление предотвратить, чем его раскрыть. Я имею в виду, что, конечно, большую роль играет в вашей работе и профилактика преступлений. Что делается в этом направлении у нас в районе? Ну, с точки зрения профилактики, конечно, в первую очередь, это и работа с населением. Особенно, конечно, мы уделяем внимание той части населения, которое уже привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступлений. Данная категория лиц у нас, в общем-то, постоянно контролирует службу участковых полномочных полиций. Ну и, конечно, хотелось бы, пользуясь случаем, вспомнить про ту ситуацию, что и граждане, они иногда достаточно, в общем-то, легкомысленно относятся к мерам, принимаемым по охране своего имущества. То есть в нашем районе только треть садовых товариществ на сегодняшний день оборудованы либо системой видеонаблюдения, либо пользуются услугами охраны, сторожей, привлекают какие-то службы в невежуственной охране. То есть недостаточное количество. Ну и то же самое, что можно сказать и про квартиры граждан. Очень низкий процент квартир, которые оборудованы охраной сигнализацией. Про те же самые машины на парковках. В общем-то, парковки возле станции на сегодняшний день у нас с точки зрения профилактики никак не защищены. Нет ни систем безопасности, никаких нет видеонаблюдения, нет какой-то охраны. И поэтому имущество граждан, которые на целый день оставляют возле станции, фактически остается без присмотра. И поэтому это провоцирует тех лиц, которые способны совершению преступления. Но вы можете что-то посоветовать нашим гражданам, чтобы обезопасить себя, допустим, от той же кражи? И в квартире, и на даче, и в машине, так скажем. Ну, в общем-то, самый простой метод – установка охраны сигнализаций любых видов. Как-то внешняя охрана полиции, которая сейчас переходит в Национальную гвардию. Существует масса коммерческих пультов охраны, которые тоже склеят свою деятельность. Поэтому я считаю, что если человек хранит свое имущество, ну, какие-то элементарные вещи, конечно, необходимо делать. Мы же не оставляем свою квартиру незакрытой, уходя на улицу. Мы же закрываем ее на ключ. Какие-то элементарные вещи, конечно, надо делать. Ну, вот если вернуться к кражам, в частности, садовых участков, сам был свидетелем, буквально этой зимой в Африанове взяли воров, так скажем, которые промышляли садовыми участками, и попросили ваши сотрудники нас снять все то, то, что у них обнаружили, я имею в виду снять на камеру, чтобы потом показать по телевидению, чтобы, ну, вроде как вещдоки, чтобы пострадавшие опознали свои вещи. Меня впечатлило то, что даже не количество того, что было унесено, да, вот как раз ваш отдел, фряновский отдел полиции, все эти вещи сложили в гараже, это два бокса заняло по месту, ну, единственное, не высоту, а как раз наоборот старались так разложить пошире, чтобы увидели все свои вещи. Меня поразило, да, я говорю, не количество, а, так скажем, ассортимент того, что выносит, вот, чего только не выносит. Ну, понимаешь, какие-то там бензопилы несколько штук, дрели, кто оставляет на зиму, просто детские велосипеды трехколесные, причем все это в количестве нескольких штук, мантки провода, один набор инструментов, какие-то сундучки, типом просто пустые, как тары используются, но единственное, что там ценного, возможно, было ценного, хотя не знаю, насколько ценные, какие-то настенные часы, но тоже, понятно, не антикварные. И вот, я удивляюсь, это как-то можно сбыть где-то вообще, вот действительно сейчас, так скажем, набор того, что выносит такой вот простой. Ну, я, в общем-то, тоже тут удивляюсь тому, что воруют похитители сдачных домов, ассортимент действительно там, он от серьезного до смешного, да, там, вплоть до настенных часов, постельного белья и губных гармошек, то есть, в общем-то, и заканчивая телевизорами, да, то есть, в общем-то, преступники не чураются ничем. Ну, для меня, в общем-то, на самом деле, загадка, на что рассчитывают и куда сбывается данное похищенное имущество. Ну, а в квартирах такая же ситуация? Или все-таки там что-то берут более ценное? Ну, что касается квартирных, как раз, что тоже, в общем-то, можно сказать, утрежно, что берут все. От денег и драгоценностей, и заканчивая мультиварками и постельным бельем. То есть, в общем-то, ассортимент, так же, говорю, велик. Тенденция кризиса. Неограниченно, да. Взять лишь бы взять. Давайте вернемся к профилактике преступлений. Буквально в конце марта в районной администрации прошло заседание комиссии по профилактике преступлений. Давайте посмотрим видеосюжет, а потом можно еще поговорить на эту тему. Предотвратить проще, чем ликвидировать последствия. Этому принципу посвящена работа комиссии по профилактике преступлений на территории Щелковского района. На очередном заседании члены комиссии обсудили криминогенную ситуацию, сложившуюся в районе в 2015 году. В период с 1 января до 31 декабря 2015 года на территории обслуживания международного управления еще остается. На 1,4% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений. С 3,870 до 3,815. На 9% снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 10% сократилось число зарегистрированных грабежей. А вот кражи выросли на 6,4%. Причем квартирных стало меньше, а случаи угона автомобилей участились. В настоящее время бичи 2016 года машины гоняют почти каждый день. Изменить статистику в лучшую сторону должна муниципальная программа «Безопасный город», в рамках которой в этом году планируют провести установку видеокамер. Также активнее председатель комиссии предложил привлекать народную дружину, численность которой по району сейчас более 100 человек. Пока работа дружин не налажена в поселениях Монина, Трубинская, Анискинская и Огуневская. Также важной темой стало состояние подростковой преступности на территории района. В этом направлении цифры невелики. За 2015 год зарегистрировано всего 30 нарушений, в основном административных. Так, например, по весне отмечается рост случаев хулиганства на железных дорогах. Ну вот, если обсудить то, о чем говорилось в сюжете, в частности, взаимодействие с гражданами при раскрытии предупреждения преступлений, помогает как-то эта работа? Ну вот, я говорю, общение с гражданами, может быть, инициатива их, ну и народные дружины тоже прозвучало? Ну, общение с гражданами безусловно помогает. Хотелось бы отметить службу 112, которая активно заработана на территории Московской области. Единый номер с мобильного телефона, по которому граждане могут дозвониться до любой службы, в том числе и до полиции. Достаточно позволяет оперативно реагировать на сообщения граждан о тех правонарушениях, очевидцами которых они становятся. В общем-то, это серьезная помощь в работе полиции. Ну, то, что касается народной дружины, конечно, ну, на мой взгляд, действительно, пока на данный момент, в общем-то, неполный объем мы видим помощь от данной структуры. Тут и, наверное, какие-то временные изменения, да, сейчас страна уже не та, что была раньше, как мы раньше смотрели в кино, когда наши народные дружинники задерживали хулиганов. Это действительно так было, да? Это не кино? В настоящее время, да. И мотивация народной дружины, в общем-то, не такая, как была в советские времена. Ну, с другой стороны, в целом, мы готовы принимать любую помощь от граждан, от населения, в любом его виде. Это несомместное патрулирование с нашими пешими нарядами и любое сообщение о правонарушении, очевидцам которых на граждане. В общем-то, помощь граждан, она существует, она есть, на сегодняшний день нельзя это не отметить. О чем еще было отмечено правильно в этом сюжете, это система видеонаблюдения. На сегодняшний день наш район, в общем-то, только в начале пути по оборудованию системы видеонаблюдения, системы безопасный регион. И вот этого нам сейчас, в данный момент, очень, конечно, сильно не хватает. У меня есть опыт работы в других районах Московской области, я ездил, и я вам скажу, что наш район в этом направлении очень сильно остается. Видеонаблюдения на подъездах у нас практически отсутствует, на улицах его пока минимально, в общем-то, поэтому значительная часть преступников, которые совершают кражи имущества, в том числе из подъездов, у нас на сегодняшний день вне поля зрения видеонаблюдения. Ну вот, раз речь зашла о видеокамерах, о видеонаблюдении, буквально вчера или позавчера вечером в соцсетях наших щелковских, мы живем в Щелково, появилось как раз изображение с камер видеонаблюдения, такое, в общем-то, серьезное правонарушение, буквально вот совсем рядом с нами, где мы с вами сейчас находимся, улица Талсинская, пешеходная дорожка вдоль в Шелковской фабрике ехал мальчик, ну, лет десяти, наверное, на самокате, случайно зацепил идущего, ну, так скажем, подростка или чуть более старшего возраста, молодого человека, после этого тот второй его толкнул, этот упал, схватил самокат и ударил мальчика по голове, причем последствия такие были, что черепно-мозговая травма, естественно, госпитализация, и при этом еще этим самокатом зацепил женщину, это мама этого ребенка, ну, правда, быстро поймали этого товарища, естественно, задержали, я думаю, вам известна эта история, просто вот у меня вопрос, мы это могли все наблюдать как раз на видеокамере, помогло задержание, да, именно видеонаблюдение или все-таки люди, которые, так сказать, вовремя сориентировались и задержали? Ну, тут, конечно, в первую очередь, люди, да, неравнодушные граждане, потому что граждане, она, видеозапись, она уже тут больше будет способствовать доказыванию вины подозреваемого в процессе расследования уголовного дела и в суде. Ну, и вот, возвращаясь к сюжету, еще одна тема, которая там прозвучала, это как раз подростковая преступность, насколько она у нас велика? Ну, в общем-то, в текущем году мы по статистике имеем снижение подростковой преступности, количество несовершеннолетних привлеченных к углу на ответственность у нас в текущем году снизилось с 8 случаев до 3. в данном за 3 месяца 16-го года она снизилась. Ну, в общем-то, пока рано говорить о тенденции. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов. Звоните, задавайте свои вопросы по телефону на 496 код города 567-1440 и 567-1450. А мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь на Щелковском и звоните нам. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный полицейский нашего района и городов Фрязино-Лосиен-Петровский начальник межмуниципального управления МВД Щелковская Дмитрий Рябов. Еще раз добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 567-1450 код города 496. Звоните и задавайте свои вопросы. Не забывайте это делать, а мы продолжаем наш разговор. Дмитрий Николаевич, вот мы в первой части нашей программы поговорили о тех преступлениях, которые у нас характерны для нашего района, как они раскрываются. Выяснили, так скажем, может быть, средний портрет идеального преступника. Ну, не идеального, конечно, просто средний портрет преступника. Но понятно, что не только занимаетесь вы преступлениями. Одно из направлений вашей работы, конечно, это и дорожно-патрульная служба, ГАИ, ГИБДД, как уже по-разному мы их называем. Какова ситуация на дорогах сейчас? Я имею в виду и аварийность, и дорожно-транспортное происшествие. Ну, если обратиться к статистике, то, в общем-то, аварийность на дорогах за три месяца она снизилась, порядка 30%, это и количество ДТП снизилось, снизилось число пострадавших в ДТП, также порядка на 30-40%. В общем-то, ситуация такая, немножко с позитивными сдвигами. Но, говорю, пока опять-таки рано впереди нас ждет удачный сезон, наплыв автомобилистов, поэтому расслабляться пока еще рано. Ну, а летом все-таки больше ДТП происходит? Потому что, ну, не знаю, зимой дороги плохие, скользко, вот сам каждый день на колесах знаю, что это такое, поэтому, вроде летом как-то легче ездить, все равно, да, летом больше аварий? Летом больше нагрузка на дороги, на сотрудников, больше поток, трафик летом больше будет. Ну, а что-то у нас вот делается для того, чтобы меньше стало аварий? Ну, вот последний, за последний год у нас достаточно много, несколько, так скажем, светофоров поставили на пешеходных переходах, вроде как, удобнее стало, правда, пробки вроде не уменьшились, да, ну, по крайней мере, пешеходы, пешеходы под колеса не прыгают, как раньше, в общем-то, стоят и ждут. Что-то еще будет делаться в этом направлении? Ну, необходима профилактическая работа со стороны отделки БДД, она ведется, проводятся мероприятия, специализированные направлены на снижение аварийности на дорогах, изменения в законодательстве, они очень сильно ужесточили, да, требования к нарушителям закона, введена уголовная ответственность за повторное нарушение управления транспортным и трезвым виде, в общем, статья работает, достаточно значительное количество уголовных дел по данной статье возбуждается, в общем-то, тоже внесло свою лепту. Ну, это, так скажем, на федеральном уровне, да, на нашем районе, какая профилактика ведется? Вот я знаю, что 4-я рота очень активно ходит в школы и работает там. Работа, да, со школами, да, и 4-я рота, и отдел пропаганды наших ГИБДД активно участвует в этой работе, ходят в школы, проводят уроки с подрастающим нашим поколениям. Вы, наверное, замечаете в городе, что в утренние часы, когда дети идут в школу, стараемся перекрывать все пешеходы, которые, пешеходные переходы, которые находятся возле школ с сотрудниками ГИБДД, которые осуществляют регулирование движения. В общем-то, примитивные меры принимаем. Ну, я вот еще от себя добавлю тоже, что на многих детских площадках нашего района оборудованы такие вот уголки дорожные, так скажем, дорожно-патрульные, со знаками, со светофорами, и там дети с маленького-маленького возраста уже учатся различать. Родители тоже должны свою лепту вносить, да. Ну, давайте сейчас перейдем, наверное, к самому больному вопросу, к самому серьезному вопросу, это обеспеченность кадрами. Насколько обеспечено наше управление сотрудниками, в каких структурах, например, самая большая нехватка? Проблема кадров, она существует. На момент моего прихода в управление комплект составлял 6,5%, в общем, достаточно серьезная цифра. Большая была проблема некомплект руководителей, 10 руководителей отсутствовало, были вакантные должности. В настоящее время кандидаты подобраны, назначены, некомплект руководящего состава там существенно снизился. Назначены мои заместители по всем направлениям деятельности, назначены руководители на такие очень важные направления работы полиции, как служба уголовного розыска, служба участковых полномоченных, данные руководители назначены из, в общем-то, выходцев Щелковского района, местных руководителей. В общем-то, я считаю, что эти руководители на своих местах и, в общем-то, результаты работают. Я думаю, что будут видны. На данный момент некомплект наше составляет около 4%, и некомплект в таких службах, которые можно назвать ведущими. Серьезный некомплект в патрульно-постовой службе, некомплект у нас имеется в службе участковых, полномоченных, полиции, и также очень остро нуждаемся в следователях, в хороших курицерных следователях. В настоящий момент мы в этом остро нуждаемся. Мы работаем по комплектованию, в общем-то, работаем с высшими учебными заведениями, работаем, в общем-то, и с бывшими сотрудниками, которые по каким-либо личным мотивам увольнялись из органов внутренних дел. В общем-то, работаем, пытаемся провлечь на службу в органы. Ну, вот насчет участковых, да, потому что, наверное, люди, которые ближе всего к нашим жителям, да, и должны с ними общаться. Я знаю, очень много было когда-то жалоб, по крайней мере, в прошлом году, что люди не знают своих участковых. Это вот упущение именно их участковых, или сами жители должны проявлять какую-то инициативу, чтобы знать того человека, который отвечает за их безопасность? Ну, проблема участковых, конечно, я как сказал, в первую очередь, это серьезный некомплект в этой службе. В настоящее время комплектуемся, но проблема пока сохраняется. если брать отдел полиции Фрязина, который обслуживает территорию от Фрязина и до Бетонного Кольца, в настоящий момент там некомплект участковых практически в половину. Поэтому каждый участковый в итоге обслуживает по два, по три участка. Сейчас и руководство ГУМВД по Московской области очень остро ставит этот вопрос о том, что участковые до летнего периода должны в полном объеме отработать жилой сектор. Зайти в каждую квартиру, познакомиться практически с каждым жителем, заполнить необходимую документацию. И работа в этом направлении ведется. И какие-то сдвиги уже есть. А с наступлением летнего периода мы попытаемся изменить форму общения участковых с населением. То, что участковые проводят отчеты перед населением, мы организуем так, чтобы участковые провели отчеты перед населением не где-то сразу одновременно в одном помещении, а каждый участковый, что почитался за полгода работы перед своим населением на своем административном участке в дворовой территории. Разместим соответственно информацию, место, время и постараемся вот так вот наводить общение участковых с населением. Ну, это вот что касается кадров, ну, я имею в виду, что есть определенная нехватка, хотя и достаточно незначительная. Ну, а вот техническая обеспеченность автомобилями, какими-то спецсредствами, на каком уровне? В настоящее время дефицит в техническом оснащенности мы не испытываем. Автотранспорт есть, технические средства есть, в общем-то, на сегодняшний день это не является проблемой в организации работы. Ну, вот теперь давайте послушаем и посмотрим еще один видеосюжет, такой некий блиц-опрос, как мы его называем жителей нашего города, ну, собственно, не только нашего, как потом выяснилось, но и ближайших городов. Вопрос я задал просто один, как вы оцениваете работу нашей районной полиции? И вот, что нам ответили. Давайте посмотрим. А я ей не вижу, понятия не имею. Я живу во Фрязино, с полицией я никогда никаких конфликтов не имела, никакого никогда ничего. У вас же полиция отрицательна? Нет, у меня претензий к ней нет, все, вроде вопросов нет. Ну, я как бы с ними не сталкивалась, поэтому я не могу оценить их работу. Да мы как-то с ней редко сталкиваемся. А мы ее и не видим. Полицию-то. А где она, полиция-то? Не думаю, потому что сколько происшествий было, они не всегда вовремя приходят. Не особо. Тоже как бы с мнением девушки согласна. И я бы, наверное, попросила, чтобы все-таки улучшилась работа полиции в плане того, что следить за порядком по городу в целом. Вы знаете, к счастью, не сталкивалась, поэтому ничего не могу сказать. Не сталкивалась, не знаю даже. Собственно, то же самое, не сталкивались, поэтому ничего отрицательного не могу сказать. Ну, думаю, что все нормально. Не могу ничего сказать, потому что ребята свое дело делают нормальный ход. Нормальный ход. Ну, если учесть, что мой сын бывший капитан, а невестка подполковник полиции, то я довольна. Ну, вот такая тенденция, наверное, как в песне поется, да, наша служба на первый взгляд как будто не видна. Вы можете как-то прокомментировать, да? Знаешь, я все-таки, наверное, скажу, что вы хорошо работаете, да? Если человек не сталкивается с полицией, то это, наверное, высшая оценка вашей деятельности. Может быть. По поводу того, что граждане видят полицию на улицах, но это объективная причина, да? За последние несколько лет прошел ряд серьезных сокращений. Это было связано с переходом в полицию, поэтому мы все на себе ощутили, что количество сотрудников на улице существенно сократилось, существенно сократилось. И в дополнение к предыдущему вопросу по поводу работы участковых хотел еще такой момент добавить. В настоящее время у нас все участковые полномочия обеспечены служебными мобильными телефонами. И в ближайшее время мы информацию по участковым, по обслуживанным их районам и номером мобильного телефона разместим на сайте администрации района. И я так думаю, что вот это у нас тоже ужин общения граждан с участковыми. То есть будет более доступно. Ну и соответственно напишите, кто за какой участок, какие дома, районы отвечает. Ну вот опять можно поговорить о среднем портрете, так скажем, вашего сотрудника, нашего полицейского. Вот как вы считаете, какие критерии должны быть, какими качествами должен обладать человек, чтобы прийти на службу в полицию и успешно там работать? Ну, кроме тех необходимых критериев, которые закладываются нашими приказами, как то образование, физические данные какие-то, да, конечно, все мы, я думаю, все мы ждем, в первую очередь, от полицейского честности, преданности своему делу. Ну и работа в полиции, она все-таки, на мой взгляд, она должна быть идейной, что человек, который приходит на работу в полиции, должен быть, наверное, заражен идеей борьбы с преступностью, поддержанием порядка в районе и защитой интересов граждан нашего района. Ну, а вот для тех, кто уже работает у вас, какие-то вы проводите, так скажем, воспитательные мероприятия, чтобы держать дух и, соответственно, уровень, чтобы соответствовал тому, чего хотят граждане? Безусловно, воспитательная работа с нашими сотрудниками, она проводится на регулярной основе. В общем-то, и своими силами это делаем и привлекаем ветеранов органов внутренних дел, достаточно, в общем-то, сильную у нас организацию в районе. Недавно вот как раз был, отмечался день ветеранов органов внутренних дел, сейчас отдельный праздник отмечается 15 апреля. помощь ветеранов в воспитательном процессе ни с чем не оценима, потому что это люди, которые жизнь посвятили этой работе, кто как не они могут заразить вот этой идейностью в работе молодых сотрудников. привлекаем, в общем-то, и беседе с нашими сотрудниками, и нашу церковь, представитель церкви, да, который тоже доносит правильные мысли до сотрудников. В общем-то, разносторонняя работа. Ну и негативные примеры, которые тут куда деваться, они случаются среди полиции и Московской области. Негативные примеры мы тоже доводим. И то мере ответственности, которые несет сотрудник полиции за совершенные правонарушения, в общем-то, доводим до личного состава, они должны это знать. Ну вот вы сказали о работе с ветеранскими организациями. Я предлагаю еще посмотреть еще один видеосюжет, как раз который связан с работой ветеранов органов МВД. День памяти Андрея Юбко, полицейского, героически погибшего в Чечне, прошел в школе номер 10. В торжественном мероприятии приняли участие ученики с 5 по 11 класс. Среди них и представители патриотического клуба «Каскад». В стенах этого учреждения Андрей Юбко также получал свое образование. Мероприятие проходит уже пятый год в его родной школе. Патриотическому воспитанию детей особое внимание уделяет Совет ветеранов Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Я полагаю, что основная цель это патриотическое воспитание наших ребят подрастающего поколения. Потому как на примерах Андрея мы должны рассказывать о его подвиге и ребятам дать понять, что такое долг, что такое ответственность, что такое совесть, честь, отвага. Помимо того, что он учился здесь у нас, он еще и жил здесь у нас. То есть он сейчас для нас является примером. И вы это прекрасно должны понимать. Вы должны через себя это пропустить и понять. Жить честно, быть благородным, равняться на таких, как выпускник школы номер 10 Андрей Юбко. Вот главные уроки мужества, которые получили ребята. В мемориальной доске героя ученики возложили цветы. Ну, вот такое воспитание, небольшая зарисовка. Хотел спросить. Много таких мероприятий. Я понимаю, что, наверное, действующие сотрудники заняты своими прямыми обязанностями. Конечно, поэтому здесь основная забота лежит на ветеранах. Может быть, воспитывать молодежь и в том числе готовить к работе в полиции. Но, тем не менее, действующие, как я говорю, сотрудники занимаются, скажем, работой с детьми в школах и так далее. Ну, безусловно, это достаточно серьезное направление в работе и полиции. Это работа с населением, с детьми. Тем более, когда есть сериальные примеры, есть наши сотрудники, на которых нужно и можно равняться нашей молодежи. Мероприятие проводится на регулярной основе. Как правило, это связано с какими-то там датами, День сотрудников органов внутренних дел. День ветеранов, сотрудников органов внутренних дел. Впереди нас ждет праздник опять-таки 9 мая, День Победы. У нас есть наши ветераны органов внутренних дел, участники Великой Отечественной войны. Безусловно, эти мероприятия будут проводиться и дальше. Я помню, что еще в эпоху моего детства, наверное, даже юности, скорее детства, была такая организация ЮДМ, Юные друзья милиции. Я знаю, что очень многие охотно шли туда не работать, конечно, заниматься, но это такое детско-юношеское движение было. Сейчас нечто такое можно создать, скажем, хотя бы на нашем районном уровне. Потому что военные этим активно занимаются, ветеранские военные организации, много военно-патриотических клубов, а полицейских вроде нет. Ну, в общем, достаточно интересная идея, думаю, мы, безусловно, ее обдумываем, может быть, и на вооружение. И на сегодняшний день в той же 10-й школе есть классы, где эта работа проводится на регулярной основе. Такой немножко практический вопрос. Это уже не первый год, идет разговор о том, что отдел полиции Щелковский, который находится у нас в городе на Северской улице, дом 12, находится он на первом этаже жилого дома. И вот уже не первый год он вроде как собирается куда-то переезжать. Я помню, в прошлом году ушла речь о том, что уже прям все-все скоро-скоро-скоро. Много жалоб просто от жителей, что шумно бывает, когда особенно публика появляется там, понятно, какая. Контингент ваш, который привозят, он немножко шумит, особенно в выходные дни. Что-то сдвигается в последнее время? Ну, в общем-то, жители данного дома я, в общем-то, понимаю, это неудобство соседства с отделом полиции, который работает в круглосуточном режиме и достаточно активно и напряженно. Соответственно, определенные трудности, неудобства гражданам мы доставляем. Но, то, что касается переезда в другое здание, на данный момент у нас, в общем-то, конкретно переехать куда-либо у нас некуда, некуда, да, никакой альтернативы на данный момент у нас нет. С администрацией района работа в этом направлении ведется, но я думаю, что перспектива это будет вряд ли в 2016 году. Вот перспектива есть, есть, в общем-то, обсуждается новое здание, но отсутствие финансирования системы МВД в текущем году снижения, серьезное снижение финансирования системы МВД, в общем-то, нас немножко ограничивает в нашей деятельности. Мы будем обращаться за помощью к администрации района и эту проблему решать, потому что мы знаем про эту проблему. В общем-то, помимо отдела полиции Щелкова, также на первом этаже здания у нас расположены и подождение до знания. В Живом доме расположено экспертный криминалистический центр, находится на первом этаже жилого здания. И батальон патрульно-постовой службы также находится на первом этаже жилого здания. Я понимаю, что это для жителей неудобно, неудобно, наверное, в чем-то и неприемлемом, поэтому мы будем решать эту проблему в комплексе, чтобы избавить жителей города от соседства, от прямого соседства с нашими подразделениями. Ну, это вот касается непосредственно города Щелково, да, остальные шесть отделов, да, всего семья у вас, как они? Жильем обеспечено достаточно? Ну, жилищная проблема, она существует, много сотрудников живет в общежитиях, ну, администрация помогает нам решать эти вопросы жилищные. и сами отделы полиции территориальные, в общем-то, у нас тоже не все находятся в идеальном состоянии. В общем, такие отделы полиции, как Загорянский, Свердовский, Чикагоский, в общем-то, там здания тоже достаточно древние, можно сказать, что представляющие историческую ценность, что никак не делает полицию, работу полиции удобнее и общение с гражданами. Если можно, такой вопрос, вот, ваше личное наблюдение, я знаю, что, практически вся ваша карьера в органах внутренних дел связана с уголовным розыском, да, вот, пришли оперативникам, и буквально предыдущая работа, да, перед тем, как пришли в Чоково, были в области. Ну, я думаю, что, и сейчас себя ощущаю оперативником, да. Оперативником до сих пор, да, но вот и вопрос такой, за эти 20 с лишним лет, что прошли у вас, фактически, в уголовном розыске, можно сказать, как-то вот изменилась эта структура за это время? В какую сторону? Ну, структурно изменилась, как и вся страна, да, то есть, изменились отношения за эти 22 года между людьми, да, внесло свое лепту экономической ситуации в стране, да, что теперь люди больше думают об экономике, чаще, чем каких-то человеческих отношений друг с другом. Конечно, это все спроецировалось на каждого из нас и на сотрудников молодых уголовного розыска. Ну, в общем-то, и среди молодых сотрудников, и среди молодых сотрудников, которые приходят на службу, есть молодые ребята, зараженные этой идеей борьбы с преступностью, есть на кого опираться и среди молодежи, и сегодняшней. Поэтому наша задача поддержать этих людей, в общем-то, то, что эра милосердия наступит у нас не скоро, пока у нас работы очень много, работы очень много. Большое спасибо, Дмитрий Николаевич, за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, и вот на такой оптимистичной ноте, конечно, хотелось бы закончить сегодняшнюю программу. Пожелайте вам успех в вашей нелегкой и нужной работе, опасной и трудной, и в то же время почти невидной, потому что, когда все хорошо, то ваша работа не видна. Спасибо большое. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня был начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова